Это может случиться в любую минуту. Все люди, находящиеся на территории Республики Молдова, должны понимать, что это сейсмоопасная территория и землетрясение может произойти в любой момент. Ежегодно на территории Молдовы сейсмологи регистрируют от 100 до 150 землетрясений, очаг которых находится во Вранче. К счастью, это землетрясение слабой магнитуды, неощутимой для населения. Но иногда зона вранче дает сильнее знать о себе. От нашей готовности будет зависеть наша жизнь и здоровье. Что нужно делать, а что категорически запрещено, в минуты земных колебаний. Сегодня эксперты Молдовы по чрезвычайным ситуациям в очередной раз призывают сограждан заранее отрепетировать план действий во время толчков. И, конечно же, желают, чтобы эти знания никогда не пригодились бы. Вы на рабочем месте занимаетесь домашней работой или спите ночью. Вдруг чувствуете толчки. Ваша первая реакция? Конечно, паника. С этим лучше поработать заранее. В первую очередь необходимо не паниковать. Это должно быть основное условие для любого человека, будь то ребенок, школьник, либо это взрослый человек. Во-вторых, с момента первых толчков, как правило, есть 15-20 секунд до второго толчка. За это время нужно быстро выйти из здания, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости. Но здесь есть одно «но». Рекомендуется эвакуироваться из здания при землетрясениях, если вы находитесь на первом, максимум на втором этаже, и то на втором этаже, если у вас есть возможность непосредственно сразу быстро, там в течение максимума 10 секунд выйти из здания. И покидать здание можно только в случае, когда выход на улицу сразу же за дверью дома или офиса. Если покидая первый или второй этаж, нужно преодолеть длинные коридоры и лестничные пролеты. В этой ситуации бежать не стоит, а лучше остаться в том месте, где вас настигли толчки. Объяснение есть. Мы сейчас находимся на лечечной клетке. В принципе, когда идут колебания, когда землетрясение продолжается, пользоваться лечечной клеткой не рекомендуется, потому что лестничные марши, они сами по себе наиболее слабое место в здании. То есть они обрушаются в первую очередь. Кстати, по опросам наших жителей на то, как они будут реагировать во время землетрясения, многие средством спасения бегства из здания ошибочно выбирают лифт. А ведь при сильных толчках, когда повреждаются линии электропередач и другие системы, лифт может просто остановиться и выйти из строя. Категорически запрещается пользоваться лифтами для эвакуации во время землетрясения. Это наиболее уязвимое техническое средство. Во-первых, лифты колеблются и могут выйти из строя из-за того, что перекосит какую-то направляющую, заблокируются двери и так далее, потому что землетрясение колеблется все здание. Если уже оказались в лифте и почувствовали толчки, и есть возможность остановить лифт на ближайшем этаже, который вы, если видите, на каком он этаже едет, срочно из него выйти. Если человек находится на третьем этаже и выше, и бежать на улицу становится опасным, в этом случае можно прятаться как минимум в двух местах. Прятаться нужно в дверном проеме капитальных стен, несущих стен, то есть которые во время землетрясения будут сохранять свою несущую способность. Все потому, что главная опасность исходит от падения боковых стен дома, потолков, люстр. Если вспомнить фото военных лет, после разрушения оставались каркасы домов, то есть основания тех самых капитальных стен. Поэтому в спокойной обстановке, хоть, например, после окончания этого сюжета, стоит заранее понять, где у вас несущая стена, а где перегородка. Сделать это можно очень просто. Как проверить? Просто простукиванием. Желательно, чтобы это не женщина, не ребенок, чтобы не сломать себе руку, но мужчина. Глухой, звенящий стук говорит о том, что это не несущая стена, это перегородка. Для сравнения, стук практически не чувствуется, зато стена чувствуется, что капитальная, потому что рука уже болит. Следовательно, эта дверь выполнена в перегородке, а не в несущей стене. То есть она нам не может являться укрытием во время землетрясения. Другой предмет защиты, будь то дома или в офисе, крепкий стол. Он защитит и от осколков оконных стекол, и от падающих предметов интерьера. А вот мебель свою не лишним будет заранее закрепить к стене, а над детскими кроватками вообще никогда ничего не вешать. В каждом помещении имеется мебель. Вот эта мебель, в принципе, имеет крепление, судя по всему, потому что при воздействии на нее она не отходит от стены, не валится, я не должен ее ловить и так далее. Но единственное, что в таком, допустим, книжном шкафу опасные могут быть предметы, это книги. Потому что даже небольших колебаний достаточно, чтобы сверхних полок эти книги сыпались. Бывают книжки по пару килограмм веса, если она упадет на голову, приятно от этого не будет. Поэтому вот именно и надо прятаться от таких мелких предметов под столом. Вообще любой предмет в этой ситуации может стать защитой. Вас застало землетрясение в постели. Вот та подушка, на которой вы спите, прихватить ее с собой, положить ее на голову, смягчить хотя бы удар. И не думайте, что это выглядит, допустим, смешно и так далее. Даже вот обычный ежедневник, обычная толстая книга, положенная на голову, уже защитит вас от падения различных предметов. По словам экспертов, в нашей стране подготовка жителей к таким чрезвычайным ситуациям порой проходит лишь для галочки, а иногда вообще не делается. Например, делал ли кто на вашем веку инструктаж на рабочем месте? Что делать в случае землетрясения, куда бежать? А если спросить у ребенка, что он сделает, если вдруг дом зашитается? Здесь поучителен опыт японцев. Они чуть ли не единственные, кто каждый год всей страной проводит учения по гражданской обороне и отрабатывает эвакуацию детей, женщин и стариков с 1923 года, когда землетрясение разрушило город Канта. За двое суток произошло 356 подземных толчков. Симуляторы практически в каждом серьезном вузе, в серьезном учебном заведении, в каждой префектуре. Симулятор – это небольшое помещение, может быть, размером с половину этого класса или чуть меньше даже, где заходят люди, садятся в кресло, за столы, там установлена мебель, тоже книги, часы, повешенные на стену. И этот симулятор, судя по названию, симулирует определенное землетрясение. И люди, находясь в этом симуляторе, им показывают, как оно было, что такое первичная волна, вторичная, как себя ведет шкаф, как себя ведет стол, стул, часы на стене и так далее. В Японии каждый ребенок знает, что в момент землетрясения нужно спрятаться под стол или в дверной проем в несущей стене, что нужно отключить газ и включить радио. Каждый член семьи умеет оказывать первую медицинскую помощь. В домах у всех собран так называемый тревожный чемоданчик, в котором есть маленькое радио, вода, свисток для подачи сигналов, консервы, веревка, плитка шоколада, лекарства и даже специально сжатое белье, размером со спичечный коробок. В общем, вооружен тот, кто предупрежден. Но, конечно, лучше, если все эти знания останутся только в пассиве. Субтитры создавал DimaTorzok